О необходимости принятия нового закона о СМИ говорят уже давно. Ныне действующие не соответствуют современным реалиям, объясняют в госслужбе. На рассмотрение журналистского сообщества представлено два законопроекта. Мы не выдумываем ничего нового. Платформы этих законов основаны, скажем так, на российском и белорусском законодательствах. То есть это наши восточные, я не скажу соседи, потому что общей границы у нас нет, но по духу это наши братья. Поэтому в любом случае их опыт, скажем так, можно будет использовать и в нашем законе о СМИ. Этот проект уже назвали народным. Все потому, объясняют журналисты, что впервые у них появилась возможность принять участие в разработке закона, которым они будут руководствоваться в своей деятельности. Новый закон должен в первую очередь учитывать интересы тех, для кого он написан, говорят в госслужбе. Их привлекли к обсуждению этого законопроекта для того, чтобы они могли выработать один закон, который бы на самом деле был их законом, по которому можно было бы работать легко, четко, понятно, в котором были бы прописаны как функции журналистов, так и функции государства, исполнительных, законодательных органов власти, их ответственность друг перед другом, возможность получать информацию, распространять. Мы его постараемся обсудить как можно подробнее, внести свои поправки, что-то примется, что-то не примется. Понятно, это живая работа, но вот такой, скажем, народный закон, наш журналистский, кровно наш закон, он, конечно, поможет в работе каждому коллеге. В течение нескольких недель журналисты обсудят новый закон о СМИ в своих творческих коллективах. Следующая их встреча состоится 30 июля. Сюзанна Авакян, Александр Левицкий и Александр Ермолаев. Первый республиканский.